Сегодня индивидуальное строительство переживает настоящий бум. Вокруг города ширятся коттеджные поселки. Зачастую цена дома сравнивается по цене с квартирой. Когда есть предложение, то вопрос выбора становится приоритетным. Какой дом, какой проект выбрать, из каких материалов строить? Все это является непременным дополнением к идее построить свой дом. Многие экономят на материалах, обрекая себя на дискомфорт в будущем. Как не экономить и при этом не улететь в запредельные ценовые выси в материале Игоря Гурьянова. Для примера мы выбрали вот эти два дома красавца неподалеку от храма в поселке Нежный. Поначалу было хотели сказать, что внешне ничем не отличающиеся от остальных. Но это не так при ближайшем рассмотрении. Видим их отличий масса. Нет потеков на стенах. Это потому, что для покраски фасада была выбрана не самая дешевая, но очень качественная краска. Лишние расходы, скажете, зато не будет необходимости подкрашивать фасад после каждого дождя. Сам строительный материал, из чего дома сделаны, также заслуживает отдельного слова. Это не шлакоблок, хотя внешне похоже. Вместо шлака в этих кирпичах используется каменный наполнитель. Это экологично. Сами блоки трехсекционные. Это просто теплее, чтобы не вдаваться в строительные подробности. То же самое можно сказать и про окна. Зачастую строители в попытках удешевить проект ставят не самые качественные окна, уповая на то, что внешне стеклопакет похуже, ничем не отличается от того, что действительно согреет в суровую уральскую зиму. Да, дороже средней цены, зато не будет необходимости менять все окна при заселении. Опять экономия, причем реальная. Конечно, пока дом выглядит не совсем презентабельно. У строителей это называется готовность под чистовую отделку. Здесь даже воображение включать не надо, чтобы понять. Сам проект этого дома, кстати, авторски заточен под жильцов, а не под конкурс дизайнеров. Практически каждая из комнат, а в доме только спален, три, спроектирована под свой функционал. Где-то ниши для шкафа-купе, чтобы шифоньеры не съедали пространство. Другая комната, в ближайшем будущем готовая стать кабинетом, легким движением руки превратится в полноценный кинозал. Возможность для этого заложена в проект. Как, впрочем, и другие, казалось бы, мелкие, но так часто не учитываемые при проектировке и строительстве детали. Например, санузел. Два полоценных, один дополнительный. Много это или мало для семьи, не нам судить, но стандарты европейские. По этим же европейским стандартам смонтировано как котельное оборудование, так и теплые полы. Кстати, там, в Европах, чуть другое исчисление жилых площадей. Там количество комнат указывается по количеству спален. Здесь их, напомним, три. То, что пока не зашиты начисто потолки, нам на руку можно увидеть качество теплоизоляции на потолке. Монтаж электропроводки и оборудования целиком и полностью зависит от желания новосела. Печально, но факт. Очень часто строители в погоне за прибылью экономят на теплоизоляционных материалах. В результате промерзшие потолки в суперсовременном доме. Чтобы этого избежать, в этих домах проектировщики использовали дорогой, но качественный теплоизолятор. В 20 метрах от дома проходит асфальтированная дорога. И сейчас о географии. Это северо-западная конечность поселка Нежный. Чисто, тихо, почти первозданно. Все пыльные промзоны и суетливые развязки за несколько километров. Минута неспешного хода, и вы уже в храме, он неподалеку. О других достоинствах именно этих домов вам расскажут по телефону, который вы видите на своих экранах.